Нельзя людям находиться долго в тюрьме, потому что она входит в тебя, и потом очень медленно по капле нужно ее из себя выдавливать. Витаю, с вами Катя Рына, и это правозащитный подкаст «Весна Апридия». Он рассказывает о белорусах и их опыте жизни в репрессивной Беларуси. И этот выпуск подкаста необычный. Он называется «Антропология Володарки» и состоит из трех частей. Здесь мы будем исследовать Володарку. К сожалению, после августа 2020 там побывало очень много людей и сотни политзаключенных. Среди них правозащитник и уже бывший политзаключенный Олег Гороблевский. В СИЗО он провел полгода, и кроме обыденных вещей, которыми он там занимался... У меня был свой таракан, я его по условно-многосрочному освобождению потом отпустил. На ниточке жил, ты его кормишь, но надо же чем-то заниматься. Так вот, кроме этого, Олег наблюдал за жизнью Володарки и сидящих там людей. Люди, что сидели вместе с Олегом, дали ему напутствие. Сказали, обязательно написать книгу. Книги пока нет, но наблюдения Олега и легли в основу этого подкаста. Так вот, что будет в трех частях «Антропологии Володарки»? Первая из них посвящена сообществу Володарки, вторая – ее языку, а третья – фольклору. В этом путешествии нам будут встречаться разные люди и даже знакомые имена политзаключенных, которых Олег там повстречал, и незнакомые слова, которые, я надеюсь, вы узнаете из подкаста, а не на собственном опыте. Сейчас вы слушаете первую часть подкаста, но сначала небольшое знакомство. Что такое антропология? Она изучает человека. В ней есть разные разделы, например, социальная антропология, которая изучает человеческие сообщества, их устройства и практики. Вот на этом мы и сосредоточимся. У нас будет антропология Володарки. Ну, какое время, такие и исследования. Конечно, мы не претендуем на академический уровень, ведь какое время, такие и возможности. Итак, наконец, антропология Володарки, часть первая – сообщество. Здесь мы посмотрим на людей, которые живут, то есть сидят на Володарке. Но на протяжении почти половины этой части Олег будет туда заходить. Почему так долго? Потому что он испытывает культурный шок и постоянно комментирует это. Когда я приехал, приехал я в камеру 6.3. Камера 6.3 была, наверное, она, наверное, и сейчас самая известная в Беларуси. Она считается, ну, не пресс-хатой, но камерой с самыми тяжелыми условиями содержания. Она находится в Шанхае. Вообще вся Володарка, она, все этажи, подвалы, то есть любые камеры, они имеют свое наименование для местных жителей. Вот я жил в Шанхае. Шанхае – это подвал, находится ниже уровня земли, и я жил в камере 6.3. Тюремные люди никогда не называют номера камер 25 или 63 или 73. Они говорят цифрами 6.3, 7.3, 6.4. Не знаю, почему так, но вот уже только по этой терминологии можно определить человека, который сидел. Вообще у Олега Граблевского есть большой опыт административной отсидки. Я сидел в 2006-м. А вот в СИЗО по уголовке он попадает впервые. И вот, попав на Володарку, Олег сталкивается с тем, что ему совершенно непонятно, как себя вести и что говорить. Но есть и приятное, как ни странно. Чем меня поразила приятна Володарка, в отличие от всех административных своих опытов, это нельзя обобщать, потому что у каждого свой личный опыт. И в данном случае я транслирую исключительно свой личный опыт. Когда меня завели на Володарку, обращение было исключительно на «вы». Меня сразу спросили, хочу ли я есть. Есть я хотел очень сильно, потому что перед этим двое суток провел на полу бетонном центральном РОВД, и меня накормили, сказали, мы тебе заведем нормальную хату, не переживайте. Это уже потом я узнал, что в этих словах крылся глубокий смысл, что тебя не поволокут в какую-нибудь хату, где сидят отсаженные, ой, люди социальной низкой ответственности. Все прорывается, это терминология. Да, терминология это прорывается, это одна из причин, почему все-таки нельзя людям, по моему мнению, находиться долго в тюрьме, потому что она входит в тебя, и потом очень медленно по капле нужно ее из себя выдавливать. Ну и когда я пришел в эту хату, по КТ правильно это называется, помещение камерного типа. Кстати, обратите внимание, как Олег постоянно срывается на этот володарковский язык. О языке мы поговорим больше во второй части антропологии СИЗО. Ну а пока Олег все еще у порога камеры 63, или 63. Ну и вот когда меня привели в эту хату номер 63, и открылись двери, и я увидел эти 24 рыла, 24 человека, это трехъярусные нары. Мы потом посчитали с коллегами, я обращался исключительно коллеге, что там было у нас 0,7 метра на человека. Это в общей площади, то есть той площади, по которой мы могли перемещаться. В связи с этим в камере 63 я провел 4 месяца, и вот эти будни изо дня в день, это очень ограниченное перемещение. Для того, чтобы всем попасть в туалет, там помыть, почистить зубы, либо покушать, нужно было делать это по очереди, либо какими-то малыми группами, там по 2-3 человека, и ты основное свое время проводишь на своей наре. Обратите внимание, как Олег все время заходит в камеру, а потом рассказ совершает временной скачок, но тем не менее возвращаемся к первому шагу в 6-3. И вот открылись двери, я зашел, ко мне подошел человек, и спрашивает, все ли по жизни ровно. Это был первый культурный шок, который я испытал. Все смотрят на тебя, такие все голые, черепа, обесцвеченные лица. Тебя спрашивают, все ли у тебя по жизни ровно. Я не нашелся ничего ответить, кроме как, что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот просто не знаю, что вам сказать. Так в чем же смысл вопроса, все ли по жизни ровно? Когда заходит новый человек, люди, которые сидят, они должны понимать, кто к ним заехал. То есть, если все по жизни ровно, им надо понять, не привлекается ли этот человек по какой-нибудь сексуальной статье. То есть, если это уже насилие какое-то, то этого человека отсаживают. То есть, у него особая будет жизнь в условиях внутри камеры, у него будет своя кружка-ложка, его не будут подпускать кушать вместе со всеми. То есть, у него будет более дискриминационное отношение по отношению к... То есть, ему сделают тюрьму внутри тюрьмы, этому человеку. А если он окажется человеком с низким социальным статусом, как это там называется, геем, то есть, любым человеком из этой среды, которая подвергается гонениям в тюрьмах, то ему не дадут пробыть трех суток всяческими методами, будут от него избавляться. В психушку отправлять, что он там кричит по ночам. То есть, провоцировать его на некие неадекватные действия, и чтобы этот человек просто сам попросил. Его фактически принудят написать заявление администрации, чтобы его перевели в другую камеру. Таких людей избавляются. Вот в этом и смысл вопроса, все ли по жизни ровно. Правильно на него отвечать, да, по жизни у меня все ровно, назвать свою статью и не более того. У вас был неправильный ответ? Нет, у меня был ответ правильный в той ситуации, в которой я оказался. На их сленге я поинтересовался, что это такое, и попросил пояснить, что это значит. И мне спокойно объяснили. После того, как я ответил, ну, конечно, у меня все пожизнеровно, в чем вопрос. И тут я увидел на третий нарис Шерова кота, и у меня вообще от души отлегло. Думаю, ой, бля, везде наши люди. Шерый кот или серый кот – это политзаключенный Дмитрий Козлов. Потом он был осужден на пять лет колонии усиленного режима. Ну, а пока в нашем рассказе он все еще на Володарке. А еще обратите внимание, что мы пришли с Олегом к описанию иерархии в сообществе Володарки. Политзаключенный, кстати, в ней не участвует. Об этом чуть позже. А статус в этой иерархии тоже приобретается, ну, как бы вполне на уровне симпатической магии, как мне кажется. То есть есть очень странное, непостижимое явление, когда ты можешь попасть... условия, при которых ты можешь попасть в число социально... лиц с социально низким статусом. Например, ты уронил кружку в туалете, и ты ее поднял в туалете. А если ты еще из нее и попил, то вообще... То есть нельзя в туалете поднимать вещи, иначе тебя отсадят. Ты уже поедешь туда. Так это же то, что рассказывал в своей книге Николай Дедок про свой опыт сидения в тюрьме. Там точно такое было с опущенными. Ну, я не читал, я не читал. Да, но фишка в том, что это было про тюрьму. Ну вот, а это про СИЗО. А почему в СИЗО? Откуда из тюрьмы как бы в СИЗО тот же... Как это проникает туда? Да, тем более, если вы говорите там первоходы. Это очень просто, потому что попадают люди, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, но судимость была погашена. То есть, например, человек в 20 лет совершил преступление, отсидел, потом судимость погасилась, а он там в 40 лет совершает новое преступление и заезжает опять как человек, который совершил впервые преступление. Более того, я точно знаю, что есть смотрящие за володаркой. Вообще непонятно, как он... Ну, первоход его назначают. То есть, эта иерархия, она очень четкая. Есть смотрящие за володаркой от преступного сообщества. Ну, не преступного, а подследственного сообщества. Некоторые представители этого сообщества сотрудничают с оперчастью, то есть с администрацией. Из-за этого у Олега случился один конфликт со смотрящим камеры. Что как это... Ну, объясните мне, почему вы как на работу ходите в оперчасти, при этом рассказываете нам о каких-то понятиях, по которым мы должны здесь жить. Как это вообще стыкуется? Потому что в тюрьме не приветствуется, когда люди сотрудничают с оперчастью. И почему, говорю по моим наблюдениям, тем, кто топит за ООЕ, чаще всего уходит на УДО. То есть, он весь такой правильный преступник, а уходит на условно-досрочное освобождение. Ну, значит, он работает по сливу информации. У нас просто был парень, у которого в портфельчике лежали все наши статьи, наши подельники были записаны. И он просто подслушивал информацию и передавал ее сотрудникам. Как вы об этом узнали? Очень просто. Вот когда у нас... Ну, во-первых, это было всем понятно, потому что он подходит, например, к Пацукевичу. Уточним, Сергей Пацукевич, это тоже политзаключенные, и ему потом дали 6 лет колонии в условиях усиленного режима. Но пока в нашем рассказе он еще в СИЗО. Подходит к Пацукевичу, заводит душевный разговор. Ко мне подходит, заводит душевный разговор. Потом мы садимся с Пацукевичем и шепчемся. Он подходил тебе, да, а к тебе тоже, тоже. Выспрашивал. А вот этот Макхамов Манучер... Еще один герой Манучер, он сидит в СИЗО не по политической статье. ...который болел. Когда ты на карантине, хата была на карантине, всех выводят на прогулку. А те, кто болеют, они остаются в камере болеть. И он залез к нему в портфельчик. И оставил нам с Пацукевичем под подушкой записку. Я посмотрел его портфельчик, и там фамилии всех политических записаны. И напротив каждой фамилии еще и подельники. То есть, его задача, этого парня, было выводить нас на разговор какой-то, чтобы мы что-то рассказывали о своих вот этих вот делах. И, как мне говорили, в некоторых делах потом еще и запись аудио ввелась в камерах. Читали люди в своих. Ну, и у нас был конфликт с этим мужчиной. Потому что, ну, я ему сказал, что если я еще раз что-то услышу подобное, что ты куда-то ходишь, я тебе на голову надену чифербак. Новый слава. Чифербак, он тут где-то записан. Это, ну, это такая болея из алюминиевая или оцинкованная, ну, в которой белье кипятят у нас стоял. Это как питьевой бак он назывался. Я ему сказал, что я тебе надену на голову вот емкость для стирки белья, чифербак. Все непонятные слова Олег записывал в свой блокнот. И об этом подробнее будет во второй части антропологии Володарки. Вот, и на следующий день меня и Пуцукевича перевели. И потом я, когда встретил еще одного политического, который остался, он сказал, что Олега с Пуцукевичем перевели, потому что Олег себя неправильно повел, когда предъявил этому уважаемому человеку. Вот такую вот претензию. Ну, да, вот такую знали. Какое отношение сообщества там к политическим статьям? Можно охарактеризовать одним предложением. Какое отношение? До общего не допускать. Политических до общих дел не допускать. Люди, которые сидят по политическим статьям, их запрещено допускать к обсуждению дел каких-то в камере. Или там, ну, они как бы должны быть исключены, отделены от преступного вот этого мира остального. То есть им нельзя там пользоваться. Хата может жить общим. Есть такое понятие. Это когда все продукты скидываются в одну кучу, и все питаются вместе. Там делятся по ровну, там по кусочку, по плитке шоколада. Но политические могут кушать только отдельно. То есть это своего рода промежуточное состояние между отсаженными и вот этими. Но поскольку вот у нас был момент, когда из 24 человек было 14 политических, поскольку вот этот численный перевес, он все время колебался, или вот в моей камере, где было в женском психе, там 14 человек, а реально сидело 7. То есть мест 14, а реально сидит 7, и из них там 4 политических. То есть нас было в какие-то моменты достаточно много, и поэтому на эти условности никто, ну вообще никто не мог и посметь обратить внимание. Тем более там были такие люди типа Пацукевича, которые могли просто вот так сделать. И либо вроде Шерова Кота, которого очень сильно поддерживали с воли, и он имел возможность обеспечивать всю камеру едой. То есть они имели ценность, эти политические люди. Хотя формально до общих дел не допускать, исключить их общение по каким-то совместным обсуждениям и общим делам. То есть есть сегрегация, так скажем, политических, от того преступного сообщества, которое еще и само не преступное, они лишь подследственные. Ну да, СИЗО это же до суда. Да, поэтому дискриминация это просто вот такая, на уровне понятия тюремных она присутствует. Как сказал наш смотрящий 6.3, что политические здесь руководить не будут. Ну и политическим как бы это и не нужно, нам же это и не нужно было в принципе вмешиваться в какие-то их там ими придуманные правила, ну за исключением вот той ситуации, которая задела меня лично, когда я понимал, что человек с моей там фамилией, блокнотик, кто-то ходит, что-то рассказывает. Ну это меня уже возмутило, но и я мог это делать, потому что я уже сидел 4 месяца, и у меня уже было продление до какого-то там октября. Я понимал, что я в этой камере буду сидеть еще долго и воспринимал ее как свой дом родной, иначе был бы дискомфорт, и я уже мог какие-то условия диктовать, потому что я уже являлся на тот момент одним из строжилов этой камеры. Всего Олег Граблявский на Володарке отсидел полгода и активно интересовался, как там все устроено у сидящих. Например, почему существуют все эти статусы и иерархии, и он задавал вопросы. Я задавался митрящему, который уже сам убийца и уже сидит не по первому разу. Но он говорит, не знаю, надо уточнять. Но глубоко в эту тему никто не хочет лезть, потому что если ты это начинаешь обсуждать, то всем возникнет вопрос, почему тебя это интересует. Ну, поскольку они видели, что я действительно пытаюсь исследовать это сообщество, сказали обязательно написать книгу про это все, что мне за это ничего не будет. Книги нет, но есть этот выпуск подкаста «Антропология Володарки». Вы послушали первую его часть. Во второй, в следующем мы поговорим более подробно о языке Володарки. А я напомню, что вообще в цивилизованном обществе пенитенциарные учреждения такими быть не должны. И политические там сидеть не должны. Да и вообще никто в таких условиях там быть не должен. Но в Беларуси это все еще есть, а поэтому мы это и исследуем, как часть нашей современной истории. Оставайтесь с нами и слушайте следующие части «Антропологии Володарки». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»